В Ленинском районе трудится целая армия людей, которые обеспечивают всех нас теплом и светом, комфортом и уютом. Это сотрудники жилищно-коммунальной сферы. Накануне профессионального праздника они собрались в Видновской детской школе искусств. Уже в фойе было видно «Наши коммунальщики». Это огромный дружный коллектив единомышленников, решающий общие задачи. Даже в праздник они готовы говорить о работе. Главная задача, чтобы нас, работников теплостей, никто не замечал. Потому что если нас не замечают, значит все хорошо замечают. У всех тепло и есть горячая вода. А когда нас замечают, значит ругают. Значит мы плохо работаем. Поэтому мы как бы идти невидимого фронта. Если в городе спокойно, значит мы хорошо работаем. Виктор Николаевич Голосов всю свою жизнь трудится в Видновской теплосети. Пришел работать после института и остался навсегда. Много лет руководил предприятием, но и выйдя на пенсию не оставил работу. И таких как Голосов в районе немало. Некоторые даже носят почетные звания заслуженных работников жилищно-коммунального хозяйства. Как к примеру Галина Александровна Кузина. Ее вклад в развитие ЖКХ муниципалитета исчисляется десятками лет. Считаю, что ЖКХ это самая ответственная, самая необходимая отрасль. А те люди, которые работают в ЖКХ, они самые трудолюбивые, самые жизнерадостные, самые позитивные. То есть самое хорошее. Я очень рада, что судьба меня свела с ЖКХ. И я работала с такими замечательными людьми. Ветераны жилищно-коммунальной сферы подготовили себе надежную смену. Сегодня на разных предприятиях, обеспечивающих жителям района комфортные условия проживания, трудятся люди, преданные своему делу. Андрей Асеев всего около двух лет работает в ПТО городского хозяйства. Но уже успел понять проблемы города и поучаствовать в их решении. Так в настоящее время реализуется масштабный проект водоотведения из микрорайона Купеленка. В текущий момент у нас есть огромные успехи. Проложен конвестиционный коллектор. В декабре завершен его монтаж. И уже скоро, в этом году, мы планируем запустить конвестиционные насосные станции и отводить стоки с этого микрорайона. Зал в этот день был полон, хотя, конечно же, это далеко не вся команда коммунальщиков района. Многие в этот час трудились на своих рабочих местах. Глава муниципалитета поздравил виновников торжества, отметив, что только преданные своей профессии люди могут трудиться в жилищно-коммунальной сфере. Я в первую очередь хочу выразить всем вам слова благодарности за тот труд, который вы несете на территории нашего муниципалитета, за то, что вы 24 часа находитесь на острие атаки. Вы, как никто другой, чувствуете настроение наших жителей. Вы, как никто другой, первые приходите на выручку в случае внештатных ситуаций. И я еще и еще раз хочу вам выразить слова благодарности за ваш такой непростой, но, поверьте, необходимый для всех нас труд. Отдельно Валерий Николаевич поздравил коллектив Видновской теплосети с 40-летием с момента создания организации, вручив главному инженеру ПТО городского хозяйства, куда входит теплосеть, подарок и поздравительный адрес. Также грамотами в этот день были отмечены лучшие сотрудники отрасли. Среди них мастер аварийно-диспетчерской службы Виталий Рогожан, который на протяжении долгих лет держит высокую профессиональную планку. Поздравить героев праздника приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Наверное, нет такой другой сферы, где было бы столько критики, и было бы много людей, которые бы говорили, что здесь нехорошо, здесь еще лучше можно сделать. Поэтому вы очень терпеливые люди, и в этой сфере, наверное, другие работать не смогут. Хочу вам сказать большое спасибо за вашу работу, и жилищно-коммунальный комплекс в Подмосковье показывает отличный результат. Сегодня в ЖКХ Московской области трудится порядка 150 тысяч человек. И в общероссийском рейтинге по качеству предоставляемых услуг в жилищно-коммунальной сфере Подмосковный регион находится в лидерах.